Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня у меня интересная тема видео. Сегодня поговорим о том, куда реализовать масло после жарки. Оказывается, эта тема интересует многих хозяев, потому что несколько подписчиц мне написали, спросили, как делаю я, поделились своими советами. И оказывается, друзья, идей, куда можно реализовать это масло, очень-очень много. Поэтому в этом видео расскажу вам, как делаю я, как делают мои подписчицы. И еще к беседе подключилась мама, оказывается, у нее есть очень интересная хитрость, тоже про нее расскажу. Поэтому, как всегда, надеюсь, что видео будет для вас полезным и буду рада, если что-то возьмете для себя на заметку. Всем приятного просмотра! Жир, который остается внутри сковородок, ни в коем случае нельзя выливать в мойку, либо в унитаз. Этот жир оседает на стенках канализационных труб и, конечно, приводит к засору. Если у вас старый дом, старая канализация, то, конечно, это может привести даже к самой настоящей беде. Поэтому лучше потратить несколько секунд правильно утилизировать этот жир и не знать никаких проблем с засорами. Я вам показываю несколько способов. Наверное, начну со своего примера, как делаю на кухне я. Я, друзья, всегда пользуюсь двумя простыми способами. У меня на кухне есть вот такая вот баночка, внутрь которой я всегда кладу пакет. И вот если я, например, жарила пирожки, у меня остался перегоревший жир, этот жир я выливаю в банку. А остатки вытираю бумажным полотенцем. Можно вытереть старой газетой у кого что есть. Теперь баночку, куда я слила масло, закрываю крышкой. Ее можно хранить на кухне, можно поставить в холодильник. Вот эту вот салфетку я выбрасываю в мусорное ведро. Но моя мама, она живет в частном доме, она эти салфетки не выбрасывает. Она их складывает в пакет и потом с помощью этих салфеток она отлично растапливает баню. Она говорит, что шикарно горят эти салфетки и растопка крайне быстрая. Поэтому, друзья, если вы живете в частном секторе, возьмите этот совет на заметку. Я думаю, что многих выручат. Также иногда, помимо баночки, я использую вот такие вот контейнеры из фольги, которые делаю сама очень быстро, легко. И тоже после приготовления, например, пирожков, масло сливаю вот в этот контейнер, сворачиваю и выбрасываю. Сковородку мою, как обычно. Чаще всего сковородки я мою в посудомоечной машине. Все быстро и никаких засоров. Дальше, друзья, советы будут от моих подписчиц. Одна из моих подписчиц, зовут ее Светлана, написала, что после жарки масло, которое остается в сковороде, она убирает при помощи бумажных полотенец и соли. Значит, внутрь сковороды она добавляет соль. 2-3 столовые ложки. Я вот уже 2 добавила. Посмотрела, как быстро соль впитывает масло. Действительно отлично работает. Добавила 3 столовые ложки. И теперь при помощи бумажных полотенец, либо газет, это все высыпается в мусорное ведро. Можно предварительно все это высыпать в пакетик. Соль действительно собирает все масло. И моя подписчица написала, что этот способ еще хорошо чистит дно сковородок, то есть соль немного нагар внутри счищает. Поэтому получается и масло удалили, и сковородку немного прочистили. Хороший способ, мне нравится. И последний совет от моей подписчицы Натальи. Мне он очень понравился. Мне кажется, тоже имеет место быть. Значит, Наталья предлагает следующее. Когда нам доставляют в пищу на дом, например, пиццу, роллы, то всегда кладут вот такие вот тоненькие дешевые салфетки. Я их никогда не выбрасываю. То есть, ну, я думаю, что никто из хозяйки их не выбрасывает. Я их собираю вот так вот в пакет. Смотрите, какое их большое количество. Иногда их прям щедро кладут в доставку. Так вот, этими салфетками можно тоже собирать вот такой вот жир со сковородок. Наталья предлагает внутрь сковородки, чтобы хорошо счистить жир, добавлять 2-3 столовые ложки соды. Немножко подождать. Сода впитает в себя весь жир. И потом вот этими салфеточками все прочистить. Тоже получается все очень чисто и аккуратно. Смотрите, сода впитала масло. И теперь его можно сразу же высыпать, это масло, в мусорное ведро. Отличный способ. Теперь осталось сюда добавить только немного моющего средства. Сода уже есть. И до блеска почистить сковородку. Отличный способ. Возьмите, друзья, на заметку. На этом, друзья, у меня сегодня все. Вот такими советами хотела с вами поделиться. Надеюсь, что информация была для вас полезной. В комментариях обязательно меня дополняйте. Пишите, как делаете вы. Будет очень интересно узнать ваш опыт. Если видео понравилось, оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами была Марина Жукова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok